Мир вам! Книга пророка Исаия. Мы сегодня уже слышали о этом особенном человеке. Книга пророка Исаия, 6 глава, с 1 стиха и ниже. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И звали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саввого, вся земля полна славы Его!» И поколебались вверх и врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Савваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Слава Господу! Друзья, я часто делаю отступление перед тем, как говорить, и в этот раз повторюсь то, что я нередко говорю. Может, кто-то это переживал. Я уверен, что многие это переживали, что, когда читаешь Писание, мы приходим, как верующие люди, к этому акту, что мы открываем Священное Писание, как христианский долг, как верующий человек, он обязан вникать в Слово, причем делать это ежедневно. К сожалению, многие из нас в тайне сердца могут признать, что ежедневно это не получается. Но когда читаешь Слово, и понимаешь, что ты прочитал очень сильную, серьезную истину. И вообще, когда открываешь Библию, мы, как люди, следуя за Господом в этом пути нашим жизненном, разные препятствия, разные испытания. И тот отпечаток духовный, который оставляет в нашей жизни эта книга, чем больше вникаешь, тем больше он чувствуется. И прочитывая, допустим, перечитывая по порядку, я думаю, все это делают, по порядку прочитывая Библию, кто за год, кто больше, чем за год, кто меньше. Есть детали, которые вот читаешь, прочитал, интересная картина, сильная картина. Я знаю, что там очень много скрыто, буквально в каждом стихе Библии есть особые сокровища. Но есть одна маленькая деталь, которую вот я прочитал, и опять же я хочу сказать, я поделюсь тем, что коснулось меня. Вот прочитал, знаю, что здесь очень много, но одна маленькая деталь, вот раз за разом перечитывай, вот эта вот деталь, она постоянно меня беспокоит. И потом, многие это братья, наверное, и сестры переживали, потом вот, когда начинаешь думать за это, за вот это вот прочитанное, как-то неожиданно поток мыслей идет совершенно по другому руслу. Он не сильно так и отрывается от объективности, от вот общей темы, но начинают приходить, открываться те истины, которые ты не ожидал. Вот, и я бы хотел сегодня об этом поговорить. Вообще, в самом начале, вот для полной ясности картины, почему-то очень, ну, невозможно обойти стороной вот той детали. В год смерти царя Озии пророк Исаия пережил очень особое откровение. Вот, и из этого откровения он потом стал, и все его служение, вся его жизнь, я считаю, что это было как раз именно тем переломным моментом. В год смерти царя Озии. Так кто же этот царь Озии? И почему так важно было Духу Святому, чтобы именно имя этого человека, именно дата, ну, дата это понятно, это где-то 700 с лишним лет до нашей эры. Этот царь умер. Именно в год, в который умер этот царь, пророк Исаия пережил очень особое откровение, которое, я еще раз повторю, было переломным в его служении, в его хождении перед Богом. Вот, и я когда пересчитываю, ну, да, царь Озия в книге «Царство» он упоминается под именем Азария, кажется, а вот в книге про Альпоменон он называется именем Озия. Царь, иудейский царь, сын Амасии, внук Иоаса, тоже царей иудейских, потомок Давида, человек, который занял одно звенье, и звеньев в генеалогии, земной генеалогии Господа нашего Иисуса Христа по линии Иосифа. И просто ради интереса я взял и начал тогда более углубляться, что же это за человек, почему, ведь неспроста все-таки пророк Исаия упомянул этого царя. Потому что мне приходилось слышать, что это был нечестивый царь, а когда посмотришь на его жизнь, то интересная картина раскрывается. Царь Озия, он был, как я уже сказал, сыном Амасии и внуком Иоаса. Иоас в очень юном возрасте стал на престол, потому что его бабушка Гадолия, нечестивая женщина, которая не была еврейкой, вырезала буквально весь род царский. Но получилось так, что сестра этого Иоаса успела скрыть его, и он скрываем был в течение шести лет в доме Господнем, в храме Господнем. И священник Иодай, он воспитывал, и впоследствии, когда мы считаем, это священник, он оказал огромное влияние на этого молодого человека, и тогда еще ребенка. И священник Иодай создал заговор для того, чтобы восстановилось правильное политическое, экономическое, как называть, ну, чтобы на престоле Давида сидел именно царь, по крови, потомок Давида. И был совершен государственный переворот, и этот Иоас, он стал царем. Прошло немного времени, священник Иодай ушел в вечность, князья поклонились царю Иоаса, и он стал слушаться их. Результат, итог жизни этого человека был плачевный, против него был тоже сделан заговор, его убили. Его сын Амаси, отец царя Озии, когда он встал на трон, первым делом он отомстил за смерть своего отца, он умертвил убийц своего отца, но детей, конечно, по закону Моисея он поступил правильно, на детей не простил руки своей. И этот царь тоже, вроде бы он жил, как и Иоас. Вначале все было нормально. Вначале все было хорошо, успешно. Провел несколько военных акций, но после успешной победы над Идумиянами он принес ихних идолов себе в Иерусалим, поставил и стал кодить перед ними. Итог сразу же плачевный, не моментально, но он потерял поражение от израильского царя, он потерял очень сильно, подорвана была репутация этого человека, этого царя, и в итоге против него был сделан тоже заговор, и его тоже убили, как и его родного отца. Приходит на трон Озия, 16 лет, и он процарствовал, Библия говорит, 52 года, это очень сильный отрезок времени. Те, кто обращают внимание, цари Израиля и Иудеи, они долго не царствовали. Монасия, нечестивый царь Иудея, процарствовал 55 лет. Но в общем сложности вот это вот служение царское, вот этот трон царский, я не знаю, скорее всего из-за того, что подвергался стольким эмоциональным нагрузкам, стрессам, что это вполне естественно, что человек, живя постоянно в этой напряженке, он долго не выживет. И, кстати, я немножко отступлю, это очень правильно, правильная система, когда правителя страной ставят не больше 8 лет, потому что много-много нагрузки. Ну, скажем там, одно сражение, вот, легко просчитать, одно сражение, да, вышло сражение, но когда побываешь в этом сражении, вот немножко вник лишь вот в это изуверство, близость смерти, и тем более, что царь не то, что он там со стороны должен был командовать, он должен был впереди быть своих воинов, он должен был быть в центре этих событий, видеть своими глазами, слышать своими ушами, буквально каждой клеткой своего тела ощущать близость этой смерти, вот, потом, чтобы следить, чтобы за народом, в народ процветала экономика, чтобы люди были довольны, чтобы все было в порядке, чтобы духовная сторона народа тоже он должен был поддерживать, хотя за это отвечали священники, то цари долго не жили. А вот Ози он прожил 52 года, как царь, как царь он прожил, процарствовал 52 года. Вот, Давид, он где-то 33 года, вот, процарствовал. Кто-то, Мейзекия 25 с лишним, 25 или чуть больше. Ну, много, много они царствовали, очень быстро уходила жизнь, очень много высасывало здоровья и энергии вот именно вот этот царский трон. И Ози он процарствовал, если мы прочитаем, вначале, очень хорошо процарствовал вначале, очень успешно. Он, во-первых, он любил земледелие, скотоводчество, он, у него было очень хорошо вооруженное, очень хорошо вооруженное войско, был очень хорошо под отчет, он придумал искусно метательные машины, построил башни, высек водоемы для скота, провел очень много успешных военных акций, везде имел успех. Вот, и, в отличие от своего отца Амасии, он никогда не склонялся к идолопоклонству. Вот, и в отличие от своего деда Иаса, не находим такого, чтобы он сделал что-то такое, что было явно, вот, как действительно грех идолопоклонства, во что очень часто падали цари Израиля, и нередко падали цари Иудеи. То есть, он от этого был чист, он был успешен, он искал Господа во дни Захарии, поучавшего народ, Библия говорит, он приходил, он изучал, он слушался, и Бог его благословлял. Вот, насколько резкий контраст в жизни этого человека Библия представляет снова и снова для каждого из нас. Когда ищешь Господа, когда ходишь за Господом, все будет нормально. Да, будут препятствия, будут испытания, будут проблемы. Библия не гарантирует, что жизнь будет идти как по маслу, что все будет гладко. Но ты будешь преодолевать эти проблемы, но Господь будет с тобою, но ты будешь иметь успех, ты будешь иметь победу. Почему? Потому что ты ищешь Господа. Настал момент в жизни этого человека, когда этот успех настолько окрылил его, и вы знаете, когда постоянно идет успех, когда постоянно идут победы, это очень страшное искушение. Очень страшное искушение. И это искушение этот человек не выдержал. Потому что когда приходит такая самоубежденность, самоуверенность, когда все идет хорошо, успешно, да, трудности, да, опасности, да, сражения, войны, проблемы экономики, но все получается. Все идет хорошо. И тогда он берет кадильницу и ступает в храм. За ним ходит Азарь, этот первосвященник и другие священники. Они увидели, что он, на что он посягнул. Они воспротивились ему и сказали, не тебе кадить перед Господом. То есть он совершил очень кощунственный поступок. Бывает так, что человек при наличии, огромном наличии успехов, так называемых медалей, начинает себе позволять очень много. Именно вот эта вседозволенность, раз я делаю, раз Господь стоит за мной, значит можно, ничего подобного. Вот именно тот Бог, который благословлял, он стоит за своим словом. И если он сказал в законе, что к служению, кождению, вот, только род Аарона, вот, даже не все левиты, а он из колена Иудина, потомок Давида, берет дерзкой рукой кадильницу и приходит к жертвеннику, к святому святы, чтобы там кадить перед жертвенником, перед Господом. Взял на себя полномочия, на которые он не имел никакого права. И вот именно тот Бог, который его благословлял, именно тот Бог, которому он прибегал, именно тот Бог, из-за которого, из-за которого он имел многие победы. И, кстати, вот часто есть такое искушение, что когда есть что-то получается, и ты начинаешь верить, что это твои способности, это не были его способности. Это было явное благословение Господа. Его войны и шли в сражение. Не он получал победы. От Господа все это приходило. Но почему-то это прошло мимо внимания, и совершается роковая ошибка в жизни этого человека. И тот Бог, который его благословлял, очень явно и наглядно продемонстрировал на поступке этого человека, что такой поступок будет наказан. Несмотря на то, что он Бог любящий, благословляющий, сильный, дает успех, дает помазание, но когда ты выходишь за границы дозволенного, тот же Бог будет наказывать, причем очень жестко. Этот человек до конца своей жизни, до своего последнего вздоха, больше ногой не ступал в храм. Он был полностью изолирован от народа Господня. Жил в отдельном доме. Знаете, у меня было пару моментов в жизни, когда я не выходил из своего дома в течение трех-четырех дней. Становилось тяжело. До последнего вздоха этот царь жил в своем доме. Друзья, давайте теперь, вот мы немножко прошли по жизни этого человека, и я просто специально хотел, чтобы мы, так как обратил внимание на жизнь, мы еще вернемся к нему. Но именно в год смерти этого человека пророк Господень пережил очень особое откровение. Он увидел Господа, он услышал Серафимов, славящих Господа, и он увидел что-то в себе, что заставило его воскликнуть, горе мне, погиб я, ибо глаза мои видели Господа Саваофа. И он говорит, я человек с нечистыми устами. Вот здесь вот я хочу заострить внимание каждого из нас, потому что, когда мы знаем, что служение пророка, оно включает в себя, он должен говорить, уста его должны быть чистыми. И служение его, кстати, включает в себя, он должен передавать слово Господа, непогрежно, прямо, как вот Господь говорит, так он должен передать. И вот это слово святое, сильное, он должен говорить через чистые уста. И он, осознавший свою нечистоту, он в громком таком скорби, такой воскликнул, горе мне. Почему? Потому что пророк не имеет права быть грязными устами. В его служении, у него очень много служения, он дает наставления, там и чудеса, там и Господь через него действует. Есть такие моменты, но через Исаия больше всего и шло слово. Слово, причем слово обличения. И, друзья, я хотел бы сегодня вот в основу и сказать, вот это вот как раз меня и коснулось, обличение. Пророк должен обличать. Но перед тем, как стать на это служение, этот пророк был настолько сокрушен, увидев святость Господнюю, он осознал, что он человек с нечистыми устами, и он живет среди народа тоже с нечистыми устами. Люди, которые говорят, не то, что нужно говорить. Он увидел себя. Он должен был, он очень многое должен быть, но я хочу обратить внимание только на одно, на обличение. Почему? Друзья, здесь нет ни одного человека, ни одного человека, которого когда-либо не обличали, и который сам не участвовал в обличении. И вы знаете, то, что я вижу на сегодня, это не то, что я собираюсь сегодня кого-то обличать. Я вот как раз хочу говорить об обличении. Об обличении. Почему оно важно? Я уверен, что обличение должно быть, должно практиковаться. В жизни каждого верующего человека обличать – это очень сильное служение. Кстати, это служение. И давайте внимательно разжуем это слово. Что значит служение? Это служить. Это делать доброе. Это делать полезное. Это делать важное. И обличение как раз и входит в это служение пророка. Обличать. Насколько сегодня каждый из нас может вспомнить, вот когда меня обличали, что творилось в моем сердце? Или когда я обличал, какой была реакция человека, которого я обличал? Обличение. Вы знаете, в мире есть люди, люди, которые обличают, которые действуют, которые запрещают. Я вот до сих пор помню, но это, возможно, не совсем удачный пример, но до сих пор помню, в детстве учился в школу, ходил в среднюю школу, 17 в моем городе. И у нас в школе, я еще будучи ребенком, была одна женщина, не учительница, она была техничка. Ну, кто из молодежи не знает, это как janitor. Она постоянно убирала, и настолько она была такая громкая. И ее вот все ужасно боялись. И тем не менее, тем не менее, ее все любили, страшно любили. Вся школа ее знала по имени. И вот если кто-то из младшеклассников дерзко позволял что-то говорить в ее адрес или что-то делать на ее глазах, то тут же, тут же, ей даже ничего не надо было говорить, находилась группа старшеклассников, которые младшеклассников ставили на свое место. И когда эти младшеклассники уже становились в старших классах, они поступали точно так же. Эту женщину любили. Хотя, она забирала массу рогаток, массу вот этих вот трубочек, которые, ну, братья знают, да, вот, особенно моего возраста. Трубочку раскрутил, и из нее плевательный инструмент, вот, из бумажных шариков. Сколько она их забрала? Вот. У меня тоже забирала. И тем не менее, я помню, вот, когда я приехал первый раз на Украину, в свой родной город, я специально пошел в свою школу, это был праздник Нового года, и принес ей подарок, я ее встретил, тетя Надя, с Новым годом. Она меня даже не помнила. Обняла, поцеловала, но неверующий человек, но она умела вот захватить внимание, если ей надо было строго что-то, она никого не жаловала. Вот, никого не жаловала. Но она так грубо умела обличать, ее почему-то любили за это. Вот это умение обличать, чтобы тебя полюбили. Буквально некоторое время назад, ну, несколько недель назад, был случай у меня лично, когда, не у нас, в церкви, происходило одно служение, и находясь в этом служении, один из служителей подошел ко мне и спросил, сделал ли я одно дело, которое я даже не знал, что я должен был делать, но он рассчитывал, что я это должен сделать, я должен был это знать. Вот. И когда я сказал, нет, я этого не сделал, он как гаркнул на меня, он как накричал на меня, как отругал меня. Я стою, да, действительно, что же это я в самом деле, вот такое сделал, и так не поступил. И на душе так приятно, приятно. Но он обличил меня, хотя обличил меня за то, что я даже и не знал, что я должен был это сделать. Друзья мои, вот есть люди, я что хочу сказать, которые умеют обличать. Умеют обличать. Я еще раз повторю, эта деталь, маленькая деталь, обязательно должна сегодня присутствовать в семьях. Когда родители должны обличать друг друга. Когда родители должны обличать детей. И не надо далеко говорить, давайте вот посмотрим, ну где-то там, я не собираю вот кучу информации, что называется, сплетни, и надеюсь, никогда не буду этого делать, но приходится периодически слышать, до какой изощренности, до какого уровня, профессионального уровня проходят взаимные перехлесты между мужем и женой. Вот мне однажды пришлось слушать даже семинар, и учитель, который вел этот семинар, привел пример. Память человека, вот помнишь, ты мне сказала, вот, и у тебя так еще бровь дернулась, еще такой тембр в голосе, на таких децибалах, что там ложка звякнула в стаканчике, и сосед постучался нам в квартиру и сказал, не пора ли вызывать милицию, вот, а ты мне сказала вот это, а ты мне сказала то. И такие подробности, такие подробности, вот, когда человек практикует обличение. Друзья, обличение, я еще раз повторю, это очень важный фактор, очень важная деталь, и сегодня очень важно, важно родителям правильно обличить так, чтобы оно дошло. Вот вспомним, когда Господь Иисус Христос в разговоре с женщиной, с самарянкой, Он же ее обличил, но Он так ее обличил, что у нее вдруг посыпались вопросы, когда Он сказал ей, Он открыл ее, и причем Он не говорил, что ты вот такая-сякая везешь, грязный образ жизни, как тебе не стыдно покаяться, и тому подобное. Он ей почему-то так вот завел вопрос, Он настолько знал этого человека, эту женщину, и Он настолько правильно умел тонко ее обличить, что ее тоже у нее раскрыло сердце, и она дает ему вопросы, и потом ей приходит откровение, что она разговаривает с искупителем мира, и настолько сильно повлияло. Но в разговоре этом, в диалоге этом, произошел вот именно механизм обличения, когда она увидела неправильный образ своей жизни, и это обличение настолько повлияло на нее, братья мои, сестры мои, когда мы вот так вот с нашими детьми сможем так поговорить, не называя вещей своими именами, обличить, и что дети поймут, слушай, да, действительно неправильно, а как же правильно, а что же мне в таком случае делать, бывали такие моменты у меня в моей жизни, когда моя дочь увидела, и говорит, папа, а что я должна, а может быть вот так вот будет правильно, или может вот так вот, редко, редко, друзья, не подумайте, что я идеальный отец. Так вот, обличение, еще раз повторю, это очень сильный элемент в нашей жизни, который сегодня должен быть на очень правильном уровне, между мужем и женой, чтобы так сказал, чтобы так объяснил, чтобы так обличил, чтобы у человека поднялось, загорелось желание, и чтобы он поступил именно так, и сделал именно так. Легко об этом говорить? Да, это нужно, нужно. А как же это может произойти? Друзья, с Исаи произошло это потрясающе. Когда он увидел Господа, когда он увидел Господа, он увидел всю несостоятельность своего духовного состояния, он увидел, что его уста произносили слова нечистые. И как часто наши уста произносят то же самое, братья и сестры. Как часто мы можем найти себя, что мы с нечистыми устами ходим перед нашим Господом. И только войдя в особую близость с этим Богом, только находясь в особой близости с этим Господом, тогда Дух Святой наполняет наши сердца. И прошло, братья и сестры, уже около 2800 с лишним лет, как ушел в вечность пророк Исаия. По сей день это слово обличения настолько благословляет меня лично, да и всех вас. Слово обличения. А началось оно, это обличение, не из личных амбиций, взрывов, эмоций. Когда хочется рвать и метать, нажимать на самые чувствительные болезненные точки мужа или жены, или детей, или братья или сестер церкви. Потому что это тоже практикуется, к сожалению. Но находясь в присутствии Святого Духа, в присутствии живого Бога, увидевши святость, осознав какой-то великий Бог, и хочется тянуться к этому Богу, и касается уст, огонь жертвенника. И тогда ты готов говорить. Готов говорить, но от лица Господа. Я вот до сих пор помню тот случай, мы приехали из разных мест в эту страну. И знаете, я часто вот, ну, когда говорю с человеком, я говорю это и братьям, ну, расскажи немножко о своей стране, вот о своем городе, о своей церкви. Вот и люди рассказывают. А мне вот запомнился тоже один случай, который один из присутствующих, присутствующий, кстати, рассказывал мне, что, ну, он был служителем. И в той деревне, где он у него служение, ну, был человек, который в духовном находился, ну, не в должном состоянии. И он, как-то его поведение было не совсем хорошее. И жена этого служителя говорила, ну, скажи, ну, постави его на место. И он ей ответил слова, которые вот меня просто сразили в момент, когда он рассказывал, ну, Господь не дает мне слова, но что я ему скажу? Друзья мои, вот если представить себе такую реальную вот такая вот картина, у нас, я верю, не всегда происходят конфликты в семьях. Но если произошел конфликт между мужем и женой, вот, и ты хочешь сказать, но тут осознаешь, что у меня нету слова, от Господа, от Господа. Редко, очень редко, вот, признаюсь, в моих семейных конфликтах у меня происходило такое, что вместо того, чтобы пойти, высказать, вылить все вот это вот грязное, что наполняет, пойдешь, закроешься, станешь на колени и молишься. И ждешь слова от Господа. Если нет слова, лучше не говорить. А вот бывали моменты, что вот во время такой молитвы приходит определенное слово, открывается вот именно то нужное. И идешь к жене, и жена идет к мужу. И говоришь то обличительное слово, от которого человеку хочется исправиться. А есть обличительное слово, которое, и мы многие это переживаем, от которого не хочется жить, от которого хочется взрываться, от которого хочется защищаться. Дай Господь, братья и сестры, чтобы именно в нашем хождении, вы знаете, вот мы живем, да, часто мы слышим, и это так есть, наша жизнь, она строится именно на мелочах, на мелочах. Вот если согрешил, вот кто-то против тебя, вот эти мелочи, ой, как они часто влияют на нашу повседневность. Ой, как сильно, братья и сестры. Так вот, то реальное, простое, практичное, что предлагает нам Священное Писание, так просто, так ясно. Если хочешь, это надо делать. Это надо делать. Но как его делать? Библия тоже открывает. Библия тоже учит. И та же Библия, я для себя беру и делюсь этим с вами, в самом начале этой главы, неспроста приводит в пример одного из сырей. Его резкий контраст, две стороны жизни. Когда ищешь Господа, идет успех. Тогда получается, тогда препятствия преодолеваются, тогда победа за победой. Тогда и источники вырубаешь, и воду получают и люди, и животные, и земледелие процветает, и организация хорошая, и в войске, и вообще в государственном аппарате. Когда ищешь Господа, а когда не ищешь, когда позволяешь себе, Господь отходит, и ты попадаешь под проклятие, попадаешь под наказание. Так вот, одна мелочь, которую я хотел сегодня обратить ваше внимание, называется обличением. Друзья, я вижу в этой мелочи огромный потенциал, огромное благословение, которое очень сильно нужно сегодня каждому из нас в нашей жизни. Мы должны это практиковать в присутствии Святого Духа. Склонимся и помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok